в этом видео сделаем краткий обзор android studio я надеюсь вы ее все установили итак запускаем ее когда она первый раз запускается наверное у вас будет очень долго запускаться у меня уже она открывалась поэтому открывается быстро у меня уже вот есть какой-то проект но выбираем новый и выбираем вот такой вот empty activity пустая активность но это с такой стандартный шаблон тут можем ничего не менять главное обратите внимание что тут пишем имя это будет имя вашего приложения потом package name скорее всего тут у вас example.com пока вы учитесь example.com можете оставлять но в будущем чтобы публиковать ваше приложение в play маркете надо это изменить но измените не знаю на свою фамилию на адрес своего сайта ну в общем как-то надо это будет поменять и тут надо выбрать язык программирования java или kotlin мы будем пользоваться джавой возможно потом будем kotlin и надо выбрать версию sdk вашего приложения sdk это версия android которая будет поддерживать ваше приложение если вы не знаете что выбрать жмем help to choose и мы увидим какой процент версия android установлен сейчас в мире то есть версия например 50 лолипоп установлена на 98 процентах телефонах вот версия android 11 она только вышла недавно и поддерживаются только 24 процента устройств вот но это в январе 2022 года когда вы будете делать свое приложение возможно все уже изменится ну давайте оставим версию android 10 вот видеть уже 12 планируется оставляем десятую версию жмем финиш android studio запускается запуск происходит тоже достаточно долго две-три минуты ждем прошло две минуты но в вашем случае наверное две секунды но проект собрался и так что мы видим всегда смотрите запомните первый проект который делает программист при разработке любого приложения или когда у нас начинает изучать новый язык эта программа hello world так и смотрите наша программа ничего не делает а выводит на экран телефона вот эту вот надпись hello world так что нам надо запомнить первое это у нас есть файл main activity он состоит из вот пакет это пакет и обратите внимание это то что мы прописывали когда создавали этот проект вот у вас может быть написано тут example ком и второе единственное что делает этот код это он открывает layout activity main если вам непонятно сейчас не обращайте внимание просто слушайте то есть существует два файла main activity . java тут пишем и код это вся логика приложения и второй файл у нас activity main . xml это то как наше приложение будет выглядеть на экране телефона вот и у нас есть два режима отображения это в режиме визуальном и в режиме скажем так схем то есть вот мы можем тут поменять этот вариант в режиме дизайна и режим правильно называется blueprint если у вас экран большой можете их два отображать вот так вот design and blueprint либо какой-то один я обычно отображаю всегда в режиме дизайна вот еще раз повторяем файл main activity . java где мы будем писать java код и activity main xml это то где мы будем писать то как наше приложение отображается на экране телефона файл main activity xml отображается вот так вот графически можно в режиме кода то есть вот на самом деле это все то же самое код и дизайн это одно и то же либо сплит режим это когда видно это это так и видим у нас есть тут атрибут hello world и он написан на экране если мы тут что-то изменим 1 2 3 4 5 так 4 5 вот то изменение сразу отобразятся и на макете вот для этого вводного урока я думаю вам больше знать ничего не надо и те же самые файлы можно найти вот здесь вот слева activity main находится в папке res layout потом activity main файл java находится в папке java main activity на этом видео будем заканчивать всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал 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 Продолжение следует...